Добрый день, компания OEM ZAP Передо мной автомобиль Hyundai Grandstar X 2011 года выпуска 194 тысячи пробег Человек недавно его приобрел и поехал с семьей в путешествие В Казани, Европятый, кто знает, владельцы форсунки Delphi Очень требовательные, машина пошла в разнос Он ее загрузил на эвакуатор, так как в Казани отказались смотреть Сказали, что запчастей на форсунке нет И привез к нам Кому интересно, 25 тысяч стоила эвакуация Осмотрев машину, мы обнаружили, что 3-4 форсунка дали клина Они безгранично льют топливо Машина идет в разнос То бишь, как это выражается, вы заводите автомобиль Он самопроизвольно газует, набирает обороты Сзади идет густой-густой белый дым Заменили эти две форсунки Проверили, что первое вы должны проверить Когда у вас есть проблемы вообще с топливной системой Делфи, в принципе, неважно на каком автомобиле Желательно, вот он стоит, топливный фильтр Мы берем сейчас Grand Starks вот здесь Его снять и всю жидкость, которая есть Слить в прозрачную тару Для чего это делается? Для того, чтобы посмотреть мусор Наличие воды в топливе И самое основное Это наличие металлической стружки Не стоит ожидать, что она будет такая, как у токарного станка Она будет мелкая, ее будет много Скорее всего, ТНВД несет Точнее, гонит стружку Из-за этого забиваются форсунки И начинаются проблемы с топливной системой Все мы проверили, устранили Просто сейчас вообще ролик о том Что как, что типа и так сойдет Сейчас увидите, сколько дыма дает После разноса уже рабочий двигатель Люди, бывает, часто запускают, пугаются Но ничего страшного нет Давайте сейчас переместимся на заднюю часть автомобиля Заведем его и посмотрим, как он дымит В общем, смотрите Вот так он дымит Выгорает все топливо, которое скопилось В сажевом фильтре, в выхлопной системе Это на всех Grand Starks одинаково Неважно, евро четвертый, евро пятый На четвертом из-за масла не идет И примерно потом дымит Только дым воняет маслом Что нужно делать? Нужно просто время Конечно, на трассу не выйдешь Потому что, я думаю, что сзади едущие автомобили Не будет в восторге от такой вот дымовой завесы В среднем где-то это длится Она должна поработать час-два Потом примерно еще километров, наверное, сто может дымить Но будет, естественно, гораздо меньше Не надо пугаться Дайте просто автомобилю поработать Единственная неприятная разгрузка Помимо того, что вам надо будет либо чинить форсунки Либо менять их Последствия какие? Топливо забивает гарью сажевый фильтр И есть вероятность, что клиент, который, допустим, ездит на Европятом Попадает на перепрошивку Что делается? Выбивается сажевый фильтр, удаляется катализатор И автомобиль перепрошивается под Евро-4 И уже не помнит больше о ЕГРе и сажевом фильтре Иначе вы можете, если не убрать это, будете ездить И периодически машина-то будет заново дымить То будет дым проходить, будет включаться регенерация Чтобы ее убрать, ну, только перепрошивка вам поможет Поэтому подписывайтесь на наш канал Ставьте лайки, задавайте вопросы в личку Всем пока! Всем пока!